Более полусотни сельскохозяйственных предприятий в Брестском регионе схожи как минимум по одной характеристике. Их неплатежеспособность уже имеет или приобретает устойчивый характер. Для решения проблем применяются различные подходы. Многие из них регламентированы указом президента номер 253 о финансовом оздоровлении сельхозпредприятий, который вступил в силу два года назад. За это время шесть неплатежеспособных сельхозорганизаций реорганизованы путем присоединения к стабильно работающим организациям. Одно – продано фермерскому хозяйству. В трех – прекращены производства по делам об экономической несостоятельности и банкротстве в связи с заключением с кредиторами мировых соглашений. Работа по оздоровлению предприятий продолжается и сегодня. Вопросы проблемных организаций рассматриваются на всех уровнях. Постоянно совершенствуется и нормативно-правовая база. Однако не всегда руководители на местах используют все возможные инструменты. К сожалению, проблемы есть, они присутствуют. И даже в некоторых регионах вопросы эти ухудшаются. Есть проблема, в первую очередь, не в нормативных документах, а вопрос в том, на каком уровне находятся по производству те предприятия, которые оказались в данной проблематике. Это, в первую очередь, технологическая дисциплина, трудовая дисциплина. А в конечном счете уровень зарплаты и финансовое состояние той или другой сельхозорганизации. Внимание на необходимости соблюдения трудовой дисциплины, а также всех тонкостей технологического процесса акцентировал и первый заместитель председателя комитета госконтроля Иван Романович. Ни для кого не секрет, что любые меры финансового здравления будут невыполнимы, если не соблюдать хозяйство норм отраслевых регламентов при производстве продуктов растения и оста и животоводства, а именно системы применения минеральных удобрений, технологий села, обработки почвы, соблюдение сроков закладки корбов и другое. Я хочу опять-таки заострить внимание, что спрос будет в первую очередь председателем райисполкома. Второй вопрос повестки дня касался создания условий для стабильного функционирования и развития рынка труда, а также сдерживания роста миграции трудовых ресурсов. Численность занятых в экономике области сегодня составляет 798 тысяч человек. Сегодняшний рынок труда характеризуется следующими параметрами. Уменьшается напряженность на рынке труда, увеличивается количество вакансий, сокращается численность безработных, снижается уровень общей зарегистрированной безработицы. За январь-сентябрь 2018 при содействии службы занятости было трудоустроено порядка 17 тысяч человек. Субсидий для организации самостоятельной занятости получили 136 жителей края. Переподготовку прошли более 800. Местными органами госуправления обеспечено создание около 5000 рабочих мест. Последняя цифра существенная, однако прогнозный показатель не достигнут. Такая ситуация характерна и для областного центра. И дело здесь не только в процессе создания, но и в процессе подсчета новых мест. Существующая методология не всегда точно отражает положение дел. По городу Бресту, как и по другим городам, мы не выполняем показатель количества трудоустроенных на вновь созданные рабочие места. При годовом задании 3000 в лучшем случае по существующей методике методологии мы 2300 человек только лишь можем обеспечить. Вместе с тем, хочу обозначить, что существующая методология не дает объективной картины реального состояния рынка труда. В том числе и с учетом позиции комитета госконтроля. Да, они абсолютно правы. Если фирма Альфа преобразуется в фирму БЭТа при тех же задачах и функциях, то это был просто неправильный подход. Абсолютно правильная позиция госконтроля в этой ситуации, что их нельзя относить к созданным рабочим местам. Но если фирма преобразуется в другую организационно-правовую форму и дополнительно набирает еще 50 человек, а таких примеров по городу очень много, почему в этом случае мы не считаем это новыми рабочими местами? Это первый вопрос, который мы видим реально. Второй момент. Предприятие «Санта», я уже на примере, вводит дополнительно 10 рабочих мест водителей, покупает сверхсовременное транспортное оборудование, которое требует высокой квалификации. Естественно, это предприятие переводит на эти новые должности людей, имеющие опыт работы уже на этом предприятии, а на те освободившиеся берет новых людей. Почему мы в этом случае тоже не относим в данной ситуации эти показатели к новым созданным рабочим местам? И получается парадоксальная ситуация, когда количество занятых в экономике увеличивается, а в Бресте цифра перешагнула 170-тысячный рубеж, но показатель вновь созданных мест по подсчетам не выполняется. В центре внимания участников встречи оказалось и качество переподготовки. Это касается всей области. Отправлять учиться нужно только тех, кто действительно хочет трудиться по специальности и будет это делать. Свой прогноз потребностей в специалистах на перспективу разрабатывает сегодня и Министерство труда и социальной защиты.